В такой схватке на соревнованиях все решается за 6 минут. Но эти спортсмены борются не ради победы, так и не работают над ошибками. Олег Кудряшов и Антон Назаров недавно вернулись с первых в сезоне соревнований по бразильскому джиу-джитсу. Открытый международный турнир прошел в Тюмени. Там Олегу Кудряшову удалось взять бронзу в весовой категории до 64 килограммов. Вообще в моей категории было 7 человек, схватки было 2. Первую я выиграл достаточно удушающим, а вторую схватку я по баллам отдался за победу соперников. Его товарищ по команде Антон Назаров стал вторым в той же весовой категории. Но уровнем выше спортсмен является обладателем синего пояса. Первый поединок он выиграл по очкам, а вот во втором уступил преимущество молодому сопернику из Уфы. Спортсмены говорят, этот турнир позволил оценить их возможности. Теперь нужно исправлять недостатки в технике. Например, это упражнение позволяет отрабатывать сразу несколько элементов. Вы берете, как кошка, делаете отжимание, колени, таз назад, вырабатываете. Так спортсмены тренируются несколько дней в неделю. Их цель подготовиться к международному чемпионату по джиу-джитсу в Москве. Соревнования пройдут уже в ноябре. Попробовать силы хотят оба первоуральца. Победителю выпадет защищать честь страны на чемпионате мира в Арабских Эмиратах, говорит Антон Назаров. Я буду сначала бороться своей весовой до 69 килограмм. А призеры, которые занимают первый, второй, третий, они имеют право участвовать в абсолютке. А победитель абсолютки, ему Федерация Арабских Эмиратов полностью отплачивает всю поездку на чемпионат мира. В каждой категории будет около сотни спортсменов, а это значит, что каждый из них поучаствует примерно в десяти схватках, предполагают спортсмены. Возможно, где-то придется и поддаться сопернику, но лишь для того, чтобы победить. Ведь именно так звучит основной принцип джиу-джитсу.